Добрый вечер, это ток-шоу Суть дела. 2017 объявлен годом экологии в России. Буквально на этой неделе весь мир отметил День окружающей среды, а в нашей стране отмечали День эколога. Всем нам хочется жить в экологически чистом районе, пить чистую воду, выращивать на своей грядке экологически чистые фрукты и овощи. И все мы хотим быть уверенными в том, что не только мы, но и наши дети будут жить на чистой и зеленой планете. Но в реальности атмосферные выбросы, загрязнение почвы и воды, бесконтрольная вырубка лесов и бездумное расходование природных ресурсов. По опросам Всемирного фонда дикой природы и Левада-центра, больше половины россиян считают, что состояние окружающей среды в нашей стране достаточно плачевное. Как исправить ситуацию? Что мы можем сделать? Разберемся сегодня в студии ток-шоу Суть дела. Давайте начнем с самого главного вопроса. Мы не можем начать эту дискуссию, не рассказав о том, в каком же состоянии находится природа, окружающая среда в нашем регионе. Действительно, наш регион промышленно развит. У нас развита отрасль нефтедобычи, нефтепереработки, соответственно, химическая промышленность, машиностроение. Все это не может сказываться на экологической обстановке, но хочу заверить, по долгим наблюдениям, ситуация у нас остается стабильной. Об этом говорят данные государственного доклада, то есть весьма серьезного документа, который был сформирован на основании госстатистики данных надзорных органов. И есть тенденции к улучшению ситуации, в том числе по сбросам водоема, по отходам и выбросам стационарных источников. При этом мы понимаем, что выбросы от передвижных источников, они растут, но это наш транспорт. Но все равно, кажется, профессиональный праздник российский, День эколога, это такой праздник, грустный праздник. Про него можно сказать, что это праздник со слезами на глазах, потому что в этот день, как правило, принято говорить больше о проблемах, о том, чтобы сохранить то, что мы теряем. Причем теряем каждый день, каждую минуту. Вот что для этого делается, чтобы сохранить? Понятно, что ситуация вроде бы стабилизировали, но этого же мало. Мы с вами понимаем, что надо ситуацию, наверное, исправлять как-то. Очень жаль, что мы про экологию и охрану окружающей среды вспоминаем только один день в году. На самом деле профессионалы и люди, которые неравнодушны проблемам охраны окружающей среды, занимаются этим каждый день. Меняется законодательство. Смотрите, сейчас на самых таких опасных промышленных объектах, на больших трубах, которые влияют больше всего на атмосферный воздух, законным проектом, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, предусматривает установление датчиков постоянного контроля. То есть объективно все будут знать, кто загрязняет воздух, в том числе в ночное время, выходные дни и так далее. И дальше в Кодекс административных правонарушениях предлагается включить норму, которая обязывает, в противном случае штраф, если этот датчик на больших трубах установлен не будет. А отматывать датчик нельзя будет? Навряд ли, навряд ли. Возможно, законодатель как раз и делает это для того, чтобы объективно было видно, кто загрязняет атмосферный воздух. Вот несколько лет назад в городском округе Новокуйбышев, да, химическая промышленность, несколько заводов, которые перерабатывают нефть, странно пахло по ночам. Было очень много жалоб. И выясняется, что у ряда производств одни и те же выбросы. Не можем понять, кто. По санитарной зоне мерим, есть превышение. Кто поймать за руку не можем. Вот сейчас законодательство как раз и поворачивается в ту сторону, чтобы объективно знать, кто это делает. Мы знаем, есть факты загрязнения сероводородного в Москве в этом году, да, в Омске, где там прям большие выбросы были. Поэтому все-таки законодательство в эту сторону меняется. Что уже произошло в законодательстве? Были увеличены штрафы. Какие? Насколько они увеличены? Потому что, ну, вот все понимаем, что для крупного нефтяного предприятия сумма даже там в несколько сотен тысяч, ну, это ничто. Ну, дело в том, что штрафы-то не последнее, что можно применить к нарушителю. Штрафы в недропользовании доходят до миллиона рублей, в атмосферном воздухе до 250 тысяч рублей для юридического лица. А эти штрафы соизмеримы с ущербом, который наносит предприятие? Вот оно и дело, что нарушитель у нас в экологии, в охране Крой-4 платит дважды. Он платит административный штраф, он обязан возместить ущерб и обязан исполнить предписание. В случае, если нарушение тянет на серьезные последствия, то инспектор вправе обратиться в судебный орган о приостановлении деятельности этого предприятия на срок до 90 суток. А если последствия настолько серьезны, то параллельно с административным кодексом работает еще и уголовный кодекс. То есть там такие же статьи, но если ущерб гораздо больше, уже включается уголовное ответственность. Как это работает, если в Новой Кубышевске не могли определить, кто же виноват? Вот для того, чтобы определить, нужно установить виновность лица, установить, кто это сделал. То есть до сегодняшнего дня, грубо говоря, невозможно было определить этих нарушителей? Ну, смотрите, надзор — это не только наказание. Как решилась ситуация в Новокубышевске? Было под патронатом министерства пройдено большое собрание, рабочее совещание с представителями всех заводов, с представителями надзорных органов. Даже, по-моему, общественность привлекали, людей привлекали, которые жаловались. Объяснили, что невозможно так дальше работать. И ситуация стабилизировалась. Во-первых, была закуплена передвижная лаборатория, которая могла и в ночное время контролировать ситуацию. Но сейчас мы анализируем, жалоб стало меньше. А вот это, что сейчас произойдет законом, позволит еще больше нормализовать обстановку. Кроме того, смотрите, есть ответственность бизнеса. Самарская область, по-моему, в десятки регионов, которые вкладывают в сохранение окружающей среды, в новые технологии, в производство более экологически чистое, наибольшее количество денег, в числе десяти субъектов. И смотрите, у нас примерно 20 тысяч объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду в Самарской области. Примерно тысячи из них крупные предприятия. Остальные мелкие. И транспорт. Вот где основа загрязнения атмосферного воздуха, от сброса водоема. Поэтому и государство, и бизнес, и самая главная общественность сейчас понимают, что сообща и по разным направлениям можем добиться того, что мы хотим. Охранять природу, сохранить ее для потомков. Давайте посмотрим на нашу Самару. Какой самый чистый район Самарской области? Да вы знаете, здесь, наверное, трудно выделить самый чистый, потому что везде есть какие-то точечные выбросы. А если взять старый город и вообще передвижные источники, фиксируют там самые наибольшие выбросы вдоль как раз автомагистралей. Там, где проживает значительная часть населения. Посмотрите, старый город, точечная застройка. Между домами и автомагистралями нет ни одного зеленого кустика. То, что должно быть по экоподходам, по экологическим подходам. А если брать область, вот, например, если хочется купить дачу, где лучше это сделать? Какой район самый благоприятный для этого? Где можно вырастить самую безопасную и полезную там картошку? Ну, с учетом подземных вод. С учетом, дело в том, что ведь в экологии, вот почему экологические проблемы? Здесь нет границ. Трансграничные переносы воздушных масс, подземные воды, и, казалось бы, самый на день сегодняшний благополучный район, может через день, через неделю, через год стать относительно таким проблемным районом. То есть Новокубышевский район или, например, Красноглинский район, разницы нет? Везде и там, и там ситуация примерно одинаковая. Здесь дело в том, что каждое предприятие имеет свои специфические загрязняющие вещества. Ну, если автотранспорт, мы знаем, двуокись углерода основные, да, формальдегид, ну, уже как бы тяжелый металл и свинец, то любое предприятие, нефтепереработка, одни загрязняющие вещества, металлургия, другие загрязняющие вещества, парфюмерия, там еще что-то добавляется, тольятти, азот, там еще что-то свое добавляется. И каждое из веществ, оно само по себе может быть иногда и не опасно, но при кумулятивном, то есть при совместном эффекте, может вызвать очень серьезную проблему. Поэтому вот как раз и проблема состояния окружающей среды, она и обусловлена тем, что здесь нет только вот точечных проблем. Любая точечная проблема, ну, возьмем Чернобыль, превратилась в проблему глобального масштаба. Вот в этом угроза. Если каждый в своем регионе возьмется за благое дело, если все дружно, то мы можем достичь позитивного эффекта. И в нашем экономическом университете как раз вот мы-то отдаем очень большое внимание экологическому образованию. Почему? Мы готовим будущих управленцев. Многие наши выпускники работают на руководящих должностях, на должностях, где принимаются решения, но не говоря уже о том, что это полезно в быту. У нас в университете есть озеро на территории. И вот уже на протяжении нескольких лет мы совместно ведем работу по его очищению. Так совсем недавно мы запустили туда уточек, и совместно с преподавателями и сотрудниками университета установили деревянные домики для уток. А нужно сказать то, что по свидетелям очевидцев, по их показаниям, да, буквально несколько лет тому назад, допустим в советские годы, территория была достаточно загрязнена, корпуса университета были недостроены, там была своего рода свалка, куда местные жители выносили свой мусор. Но с годами ситуация поменялась, и сейчас у нас озеро возле университета имеет очень облагороженный, благоустроенный вид. И мусор не приносит теперь? Да, мы его очистили полностью от всего того, что скопилось. И можно сказать то, что озеро возле нашего университета это сейчас своего рода не только место отдыха, но и сложившаяся экосистема. Вечером там можно услышать, как лягушки, соответственно, шумят. И отдыхают студенты. Да, да, у нас беговая дорожка расположена вокруг озера, то есть мы там не только спортом занимаемся, но и приходим отдохнуть, посидеть в свободное время. Удалось переломить это отношение потребительское? Вот пусть даже к этому маленькому уголку природы в городе? Я думаю, да, потому что все видят, насколько стало красиво. Самарская Лука – это один из крупнейших национальных парков, и я… вот уже много лет вы боретесь с тем потребительским отношением, которое некоторые туристы демонстрируют по отношению к жемчужине Волги. Но вот удается что-то сделать или нет? Да, конечно, на территории национального парка есть такие проблемы, и точечные проблемы экологии, как говорили тут предыдущие выступающие. Например, тот же взять Молодец Курган. Не так давно эту территорию мы объявили как зону экологического бедствия. Ну, КамАЗами оттуда, я знаю, мусор вывозили. КамАЗами вывозили. 200 КамАЗов мусора с одной территории. То есть кто это принес? Конечно же, это принес человек. Это не на мыло с Волги, это не принесли птицы, это принесли люди. И, естественно, для того, чтобы все это привести в порядок, потребовалось колоссальное усилие. Вот усилия, чтобы эти усилия были не только со стороны национального парка. Эти усилия должны быть со стороны государства, со стороны общественности, чтобы не появилось вот таких новых свалок на территории Самарской Луки. И мне кажется, что сейчас одна из самых глобальных проблем, которые у нас есть в Самарской области, это прежде всего вести порядок с мусором. Что сейчас происходит? Вот мы едем по дороге, то же самое смотрим, машина едет и тут же выкидывает пластиковую бутылку, выпили, выбросили тут же на обочину. Приезжают на место, где просто отдыхают, тут же выбрасывают все это рядом в кусты, в лес и так далее. То есть строительный мусор везут тоже в лес. Не высыпают это где-то на дороге перед своим домом, а именно в лес. Это все, это, конечно, ужасно. И для нас, для национального парка, это очень, конечно, большая проблема. Сегодня хочется, чтобы мы все над этим немножко подумали, но и серьезно подумали, в том числе и за счет того, чтобы законодательно закрепить какие-то, наверное, тюремные сроки. Необходимо это сделать. Здесь должен быть принцип «любое нарушение должно быть наказано». Вот найти. Как это сделать, не знаю. Вплоть до того, что человек увидел, что кто-то выбросил, он тут же должен сообщить. И это сообщение должно приниматься на веру, понимаете? Нельзя вот просто так попуститься тем людям, которые сегодня так безобразно относятся к природе. Я могу сказать, что и в Самарской, и в Самаре тоже есть проблемы очень большие. Имеется в виду, мы сейчас ставим на весы две вещи. Человеческую жизнь, да, и жизнь, как бы, животного или там природы. Скажем так, человеческую комфортную жизнь, когда никто тебе не мешает. Вот, например, совсем недавно, совсем рассказали о том, что нашли, ну, это давно уже жили здесь эти животные. Это тритон, значит, обыкновенный. Он обитает в районе педагогического университета. Там сейчас ведется огромная стройка, там все заваливают. Что делать? Для кого это делают? Конечно, это делают для людей. Для того, чтобы это было лучше. Но лучше ли это тритону, который занесен в Красную Крымину в Самарской области? Вот вопрос. Что перевесит здесь вот? То есть мы должны лишь сохранить этот вид, либо сделать условия жизни для студентов, для велосипедистов, или для кого-то еще, понимаете? Это очень большая проблема. Это социальная проблема, нравственная проблема. Над этим надо думать. И, наверное, с моей точки зрения, конечно, надо прежде всего отдать это все природе. Скажите, а вот территория Самарской луки сейчас стала более цивилизованной в плане посещения, и сейчас необходимо покупать абонементы для того, чтобы ее посетить. Это как-то влияет на культуру людей, которые туда приходят? Или вот точно так же все равно мусорят, оставляют какие-то бумажки? Нет, безусловно, влияет. Люди стали более цивилизованные, им хочется, чтобы в этом месте... Но поначалу ведь были скандалы, потому что люди привыкли, это же наша вот эта вот... Да, да, да. И мы специально даже, я помню, такой эксперимент оставляли. В одном месте мы весь этот мусор оставили, как он и есть, вот они даже ничего не делали. А в другом месте мы привели в порядок, сделали экологические тропы, и народ потянулся именно туда, где более благоустроенно. Александр Андреевич, как вы считаете, может у нас быть, ну как, к примеру, в той же Европе, когда приходишь в национальный парк, покупаешь билет, и ты можешь идти только по одной тропе экологической, которая у тебя в билете указана, и не сворачивать с нее? В некоторых национальных парках все это существует, да и в нашем национальном парке так и есть. Не во всех местах, конечно, но на некоторых территориях это существует на самом деле. И люди ходят по экологическим тропам, им гораздо интереснее ходить в тех местах, которые обустроены, которые дают какую-то позитивную информацию об этой территории, о природном культуре наследия данного объекта. На Западе все это проходилось через наказание. Через наказание, через наказание. Не знаю, как у нас пойдет, но я думаю, что по пути у нас тоже такой же. Что сделано в рамках года экологии? Мы продумали очень многие программы в рамках года экологии. Но прежде всего, конечно, мы сделали большую фотовыставку, которая сегодня находится в городе Самары. Ее могут посмотреть любой желающий. Во-вторых, мы, конечно, продолжаем дела по благоустройству рекреационных объектов. Прежде всего, связаны с молодецким курганом. Мы сейчас совсем недавно с волонтерами отсыпали новую экологическую тропу. И мне очень понравилось, что волонтер, который завтра должен ехать в ночную смену, он приехал специально для того, чтобы поучаствовать в этой экологической акции и помочь природе. То есть сознание людей меняется в положительную сторону. У меня знакомые, если возвращаться к этой фотовыставке, которые видели эти фотографии, они говорят, да неужели это у нас? Там действительно уникальные фотографии. Мало того, что они обладают художественной ценностью, они еще заставляют людей прочувствовать, что мы можем потерять. Вот на ваш взгляд, действительно ли вот такими методами, фотовыставками, не наказанием, а можно изменить сознание людское? Я думаю, что это надо в комплексе делать. И наказывать, и показывать обязательно. Человек, который не понимает и не видит природу, и не трогал ее, не смотрел, его нельзя заставить ее любить. Александр Григорьевич совершенно верно сказал, что, скорее всего, необходима какая-то административная ответственность. Потому что, если в заповедник запрещено посещение, в национальный парк необходимо брать пропуск, то, допустим, и на самом деле так и есть, памятники природы, они вообще доступны для посещения. Ввиду этого есть памятники природы, которые достаточно широко разрекламированы через сарафанное радио. Они активно посещаются людьми. Ввиду этого некоторые памятники природы даже выгорают. Вы понимаете, где достаточно большое сохранялось разнообразие раритетных видов как флоры, так и фауны, что на самом деле очень печально и плачевно. Поэтому необходимо и какую-то ответственность наносить, и также необходимо ввозить популяризацию науки. Мы в Самарском университете проводим два раза в год фестиваль науки в рамках Всероссийского фестиваля. Наш биологический факультет, кафедра экологии, ботаники и охраны природы принимает самое активное участие в этом мероприятии, где мы просвещаем молодежь и более, и даже пожилой возраст к нам приходит. В сутки проходит примерно 2-3 тысячи человек, где мы рассказываем о уникальных этих объектах, о том, что необходимо сохранять, как необходимо себя ввести. Потому что, видимо, мало кто доносит это до людей. Рассказываем, что у нас есть насекомые ядные растения, что у нас есть и болото, что у нас элементарно и ирисы, и тюльпаны, все это есть в природе. А не получится ли так, что вот этот человек, который пришел и услышал все это, слушай, вчера про такое классное место слышал, давай на шелыки туда съездим? Ведь часто так бывает. Пока и поэтому показываем фотографии, что было до и что было после. Вот так говорим, вы понимаете, что с исчезновением одного вида ведется однозначное исчезновение еще нескольких. То есть люди понимают, говорят, да, да, мы там были, но больше мы так себя вести не будем, вот некоторые говорят. В будущем году, в 2018-м, вообще юнацкому движению в России 100 лет, и на будущий год наша станция ЮНАТО в Самарской, Самарский эколого-биологический центр, будет праздновать 90-летие. Поэтому это движение сейчас называется экологическим, а всегда оно было юнацким, и юнацы стояли у истоков. И вот сейчас наша задача, наверное, состоит как раз в том, чтобы воспитать вот из этих маленьких детей и будущих ученых, и будущих руководителей, и директоров заводов крупнейших, и президентов, они ведь всегда были детьми, начиналось-то все с самого начала. И вот как раз и стоит задача в том, чтобы научить их, как правильно себя вести, как нужно делать так, чтобы потом нам страшные сценарии не грозили. В год мы проводим более 50 областных мероприятий, и в рамках всероссийских. Мы являемся региональными представителями детского экологического движения «Зеленая планета». Победили и стали представителями территории экологической культуры. У нас в этом году прошел огромный форум. Приезжали со всей России к нам гости. И многие другие дела. Но не всегда, вы знаете, нужно вот такими крупными акциями, это очень хорошо, и областные мероприятия. Но начинать всегда нужно с себя и с самого маленького. Почему нужны вот такие учреждения, которые занимаются воспитанием экологической культуры? У нас комплекс уникальный построен был, где у нас есть и павильон животноводства, и растений очень много, и оранжерея. Она маленькая, но она уникальная, где бананы плодоносят. Дети, городские дети, часто этого не видят. Видят только все на экране мониторов своих. Это уникально, когда ребенок может вживую посмотреть, как выглядит павлин, как та же козочка выглядит. Даже иногда к нам из деревни на конкурсы приезжают из сельских местностей дети. Они забыли, как выглядят извините лошади, как выглядят другие какие-то домашние животные. Вот именно тем, как вот и на национальном парке действительно, это растения, животные, то есть что мы, человек, это часть вот этой экологической цепочки. И если чем младше ребенок, тем он будет, наверное, отчетливее это осознавать на протяжении всей своей жизни. Совершенно верно, что вот и воспитывать людей надо с измольства, прямо с молодых ногтей, и воспитывать ежедневно, и, так сказать, без надрыва. А вот вкладывать культуру общения. Зачем ты сломал вот этот кустик? Он ведь вот вырабатывает кислород. Зачем ты поймал эту бабочку? Она у тебя сгнила в коробке в этой спичечной. Потому что многие начинали даже науку вот с этих спичечных коробок. Но речь-то сейчас идет, знаете, о чем? Совершенно верно. Как-то во время моего разговора с моим однокашником Юрием Константиновичем Ращевским, который сейчас работает в Институте экологии Волосского бассейна, он как-то упрекнул меня в том, что вот мы муссируем излишне вот эту идею насчет сохранения краснокнижных видов. И он меня спросил, говорит, а вот ты знаешь, сколько сейчас у нас кряков? Нет, я не знаю, потому что я этим не интересовался. А вот надо бы поинтересоваться. А может быть, их уже сейчас мало. Может быть, вот сейчас дают квоту на изъятие, там, на отстрел кряков. А может быть, их уже осталось столько, что их уже пора заповедовать и, так сказать, охранять. И я как-то прям проникся вот этой идеей и началось им интересоваться собирать материал. Но у нас сейчас другая проблема. Вы понимаете, у нас появились новые технологии обрезки деревьев. Ну ладно, вот срезали под корень, не посадили новые деревья? Нет. Оставили от 30-летнего или там 50-летнего дерева 10-метровый зачем-то ствол. Без единого, не то что там веточки, без единой почки, без единого прыщика. Прилетайте птицам и всегда вам рады. Вот, пожалуйста. Кто там может загнезиться? Ну только, кроме ксилофагов, жуков, потребителей древесины, больше никто. Вы понимаете, какая проблема? В городе сейчас у нас поголовье птиц. Если у нас на площади Куйбышева, вот в этих четырех скверах, раньше гнездились две семьи чеглаков, мелких соколов, красивых очень и, кстати, полезных, вот, то сейчас, сейчас все это пилили и там нет ни одной семьи. Вот раньше в окрестностях, в пределах студенческого городка нашего педагогического университета пела три пары соловьев. Но это было, правда, в 70-х годах. А сейчас нет ни одного. Вот это ведь свидетельство отношения к природе. А что с этим делать? Ну что с этим делать? Во-первых, я еще раз сказал, нужно воспитывать людей. Но детей можно воспитать. Нет, ну что сейчас с этим делать? Вот что на данный момент нужно сделать для того, чтобы этого не происходило, чтобы люди как-то по-другому относились? Нахлопать по рукам тем, кто опиливает деревья и дает приказ их опиливать. Вот это первое. Вот с этого надо начать. И перестать опиливать. Вот тогда, наверное, у нас как-то изменится ситуация. По крайней мере, с птицами. Тем более, что я вот этой информацией владею непосредственно. А как быть с лесами, которые, ну скажем так, не под защитой законов и статусов? Ну, не под защитой у нас нет таких лесов, на самом деле. Они у нас все под защитой. Леса бывают у нас либо расположены в национальных парках, либо государственный лесной фонд, либо муниципальные леса, городские леса, так называемые. Вот. И у каждого леса есть своя ответственная структура, которая следит за санитарным состоянием, за то, чтобы там не было никаких правонарушений, не происходило. Ну, полностью весь комплекс лесохозяйственных работ проводят на территории. А у нас нет на территории Самарской области частных лесов? Нет. Это хорошо или плохо? Слава богу. Слава богу. Нет, частных лесов у нас нет. Скажите, а вот кто следит за сухостой, кто вообще как-то регулирует ли это именно на территории лесов, или в этом нет необходимости? Контролируют, следят в зависимости от того статуса лесов, который они имеют. То есть, ну, на территории лесного фонда это, естественно, отвечает Министерство лесного хозяйства. Нами проводится леспатологическое обследование всей территории лесного фонда. Выявляются очаги как вредителей, то есть насекомых. Выявляются очаги, где у нас идет усыхание лесных насаждений. И назначаются соответствующие мероприятия. То есть, вот сейчас у нас мы ждем хорошей погоды для того, чтобы провести авиационную обработку лесов в нескольких лесничествах, для того, чтобы уничтожить вредители, а именно листовертку. Также в течение лесохозяйственного периода, то есть это в основном в вегетативный период, у нас проводятся санитарные рубки, уборка от захламленности территории. То есть, этот валежник убирается, складируется, либо для дальнейшего перегнивания, либо с путем утилизации. То есть, мы его сжигаем. Самая главная опасность, это же не сухостой и даже не насекомый, наверное, для леса, а человек прежде всего. Каждому туристу, любителю шашлыков, лесника не представишь. Как вообще контролируется посещение лесов сейчас? И можно ли там шашлыки делать в лесу? Год от года ужесточается мера наказания, ужесточается контроль за использованием лесов, вводятся новые ограничения и так далее. Но, если посмотреть статистику, допустим, за последние два года по Самарской области, то количество пожаров по человеческому так называемому фактору у нас не сократилось. И это не зависит от того, что плохо ли отработал национальный парк, или плохо отработали лесники. Это в первую очередь говорит о чем. О том, о чем все мы здесь присутствующие говорили. Это очень низкий уровень экологического образования, очень потребительское отношение людей к природе. Люди даже не задумываются о том, что может повлечь за собой то действие или бездействие, которое они совершают, в том числе и шашлыки. А по поводу охраны лесов, ну, наверное, мы один из немногих субъектов на территории Российской Федерации, которые столько сил и столько финансов вложили именно в безопасность лесов. У нас практически... А как обеспечивается безопасность леса? Вот я сейчас хотел об этом поподробнее. У нас целая как бы сеть государственных лесных инспекторов, которая работает, так скажем, в круглосуточном режиме, в круглогодичном режиме на территории области. Это порядка 400 человек. А что они делают? Ну, в первую очередь патрулируют. То есть у нас министрам утверждены маршруты патрулирования, в которых отражены самые болезненные, самые такие наиболее посещаемые зоны лесов, где наибольшее количество происшествий, правонарушений происходит и так далее. Это, наверное, леса, которые ближе всего к населенным пунктам. Конечно, в первую очередь. И, соответственно, нашими силами, силами лесничиха, проводится мониторинг этих территорий на предмет разъяснения либо выявления и пресечения правонарушений. Это вот как бы первая такая превентивная мера. А что будет тому, кто разводит костер в неположенном месте, в лесу? Ну, в первую очередь, конечно, штраф. Какой? Сколько? Для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Ну, это, наверное, небольшие деньги, на самом деле. Но у нас в природоохранном законодательстве действительно все не ограничивается штрафами, еще имеется ущерб. И, соответственно, от размера костра и иных как бы сопутствующих факторов рассчитывается определенный ущерб и возмещается правонарушитель. Еще один такой момент. Очень хотелось бы на него заострить внимание. В этом году произошли очень серьезные изменения по недопущению граждан в леса в условиях особого противопожарного режима. То есть до этого момента закон был не особо урегулирован и в каждом субъекте Российской Федерации эти ограничения вводились, ну, как бы, каждого на свое усмотрение. Сейчас все это четко регламентировано. И при наступлении четвертого класса пожарной опасности, то есть леса для посещения граждан, при проезда в них транспортных средств, а также отдельных видов работ запрещены. Как запретить, как закрыть въезд в лес? Вот этим законом также нам прописано. То есть у нас будут организованы стационарные посты, будут вывешены информационные блоки, стенды в связи с чем, на основании чего и в какой период времени пребывание граждан в этом лесном массиве у нас запрещено. И эти стационарные посты будут действовать в период до 20 дней. На мой взгляд, чтобы изменить это потребительское отношение к природе, необходимо привлекать к этой проблеме именно молодежь и студенчество, чтобы помощь природе стала действительно модной и популярной тенденцией. Мы проводим массовые экологические мероприятия, ну вот, например, региональный экологический карнавал. И не раз со стороны общественности экологически активно настроенные обвиняли нас в том, что карнавал – это пир во время чумы. То есть все плохо, а вы празднуете. Что вы празднуете, зачем вы празднуете? Вот я категорически считаю, что это неправильный подход. Я считаю, что любое дело можно сделать путем маленьких шажков, но нужно делать что-то позитивное и ни в коем случае не негативное. То есть только ругать, только рисовать страшные картины – это вообще ни о чем. Тем более, что нашу молодежь страшными картинами не испугаешь. Они и боевики смотрят, и фильмы ужасов смотрят, и их вот этими вот нашими картинами о том, как выброшена рыба на берег, не всегда испугаешь. А в то же время, если они подключаются к какому-то делу, если они понимают, что это не так, скажем, что модно, но что это интересно, востребовано, что, ну, в общем-то, да, в какой-то степени модно, ничего в этом страшного нет. И мы наблюдаем уже на протяжении десятков лет о том, как интерес молодежи, вот благодаря этим мероприятиям, праздничным мероприятиям, непечальным, он возрастает. Вот с 2000 года у нас конкурс «Эколидер» зарождался он вообще как, ну, очень такое кулуарное мероприятие. На странице газеты «Живая вода» был объявлен конкурс, там было три номинации, предприятие, муниципальное образование и личность. 17 участников было. Количество номинаций в данный момент составляет 11, и причем эти номинации, они не по инициативе организаторов, их количество растет, а по инициативе именно жителей, предприятий, организаций области. Количество участников с каждым годом растет, и нам приносят такие вот, знаете, портфолио, в которых прекрасные фотографии. То есть мы вообще, честно говоря, вдохновляемся каждый год и считаем, что действительно делаются дела, и дело движется вперед. Посмотрите на школу, сейчас тоже очень модно научно-техническое творчество, IT-технологии, экология, опять-таки, как наука, да, в школьном образовании осталась в стороне. И это, конечно, в свою очередь сказывается вот на таком негативном потребительском отношении к природе. Но с другой стороны, я могу сказать, что в настоящее время все-таки молодежь стала более экологически ответственной. Вот идешь иногда по улице, да, смотришь, раньше там мороженое съел, а обертку тут же выкинул. Многие, я смотрю, берут, держат, да, несут до ближайшей урны. Это действительно стало видно. И вот за это, скажем так, современному поколению, у меня, наверное, есть такая благодарность, потому что это видно. Центр детского творчества «Ирбис» города Самары с 2016 года реализует большой городской инновационный проект «Дети плюс взрослые. Создание экопространства». Мы создаем семейные эколого-туристические клубы при образовательных учреждениях. В этих клубах и дети, и их родители, педагоги, даже иногда жители ближайших районов присоединяются к работе этих клубов. Сначала проходят предварительную подготовку, где знакомятся, может быть, с какими-то особенностями, яркими достопримечательностями Самары, уголков природы Самары, ближайших территорий, расположенных вокруг города. И уже затем выходят вместе с нашими преподавателями, с нашими туристами-инструкторами по экологическим тропам. И принимают активное участие в проведении разных экологических акций. Здесь вот как раз совместная деятельность детей и взрослых оказывает, наверное, больший воспитательный эффект на формирование экологической культуры, чем какие-то единичные акции. Фонд социально-экологической реабилитации, директором которой я являюсь, уже более 20 лет занимается развитием социокультурных проектов и вовлечением в эти проекты нашего общества. В первую очередь, конечно, молодежь, но не только молодежь. В наших проектах участвуют жители с самого юного возраста до самых прикладных седых лет. В частности, проект восстановления лесов Самарской области, эту тему мы сегодня затронули, он, конечно, коснулся всех жителей Самарской губернии. Самому юному участнику проекта в прошлом году было 4 года всего. Это Влад Подойников из Тольятти. Он пришел вместе с мамой. Мама преподаватель техникума медицинского Тольяттинского. Она привела его за руку, и он мечом Колесова, а это те, кто участвовал в подобных мероприятиях, представляют. Это очень тяжелая лопата металлическая. Он говорил, нет, мама, я сам. Он сажал свои первые деревья наравне со взрослыми. Самым старшим участником наших проектов далеко за 70. То есть есть волонтеры серебряного возраста, которые участвуют в очень многих добрых делах, не только экологических, просто по велению сердца, по велению души. Поэтому, конечно, в нашем обществе есть люди, и многие, так скажем, очень много таких людей с горячими сердцами, которые зажигают и других людей ведут за собой. В частности, в прошлом году в загородном парке Самарской области на средства наших горожан была заложена аллея из каштанов и рябин. Более 250 участников присутствовало. В этом году мы планируем предоставить такую возможность участия в проектах людям с ограниченными возможностями, потому что экология касается всех. Фонд занимается в том числе проектом под названием «Экология для всех». И подобные проекты находят отклик у граждан, у студенчества. Я хочу сказать, что общество у нас очень активное, с каждым годом становится активнее. И, в общем-то, если раньше нам сложно было найти волонтеров для наших проектов, мы обращались, да, то сегодня нам иногда приходится выбирать, с кем мы пойдем в бой, с кем мы пойдем чистить берега, сажать деревья, потому что желающих очень много, и мы этому очень рады. Мы приглашаем всех присоединяться к нам. Скажите, есть еще очень важная тема, которая касается экологии, и это экология водоемов в Самарской области. Очень много водоемов, которые находятся, может быть, их немного, но есть водоемы, которые находятся в частных руках. Какой контроль? Контроль за владельцами, да, и за использованием этих природных ресурсов. Ну, вообще, если, допустим, попадает озеро какое-то в собственность, она в частной собственности может быть только в том случае, если это либо пруд, либо обводненный карьер. Естественный водный объект в частной собственности во приборе быть не может по водному кодексу. За соблюдением норм водного законодательства у нас следит государственный экологический контроль надзор. Это муниципалитет, которому эти полномочия переданы 36-м ГД. Поэтому в случае, если идет какое-то ограничение к водоему, и человек говорит, что, допустим, это водоем в частной собственности соответственно, но это звонок, который адресован муниципалитету, он выезжает на место и уже разбирается. Наша кафедра зоологии Самарского университета уже 20 лет изучает водоемы в черте города Самары. Все они загрязнены в разной степени, и нужно учитывать два момента. Во-первых, основное загрязнение идет не из сточных труб, а с береговым стоком. Это дождевая вода, которая смывает. То есть охранять водоемы – это не только контролировать сбросы из сточных труб. И второе, все наши водоемы загрязнены не только химически, но и микробиологически. Во всех наших самарских прудах содержание кишечной палочки превышено иногда в десятки, иногда больше, чем в сто раз. И за этим тоже нужно следить, и это опять же связано со стоком с окружающих территорий. То есть и уборка городской территории играет очень важную роль для сохранения качества воды. А купаться в городских прудах я никому не советую. Когда вы рассказываете, что прекрасное воспитание молодежи, но нужно сначала подумать о том, чтобы наши детки, наше будущее поколение родилось здоровыми. Почему? Потому что на сегодняшний день уже учеными четко зарегистрировано и доказано, есть такой феномен, он называется эколого-репродуктивный синдром, или эколого-репродуктивный диссонанс в нашем обществе, который, накапливаясь у людей одного поколения, передается через поколение или даже через два поколения. И то, что мы увидим с вами у наших внуков, у наших правнуков, ну это, в общем-то, большая-большая загадка. И когда рождаются такие дети, или такие заболевания выявляются в период натриутробного развития маленького человечка, в общем-то, обычно женщины спрашивают, задают вопрос, в первую очередь медикам, конечно, а почему со мной такое случилось? А я всегда обращаюсь к женщинам, как врачи говорю, а вы проанализируете, в каких условиях вы живете, какой водой вы воду употребляете, что вы кушаете, каким воздухом вы дышите, и вообще, как вы прожили тот период до того момента, как решили реализовать свою репродуктивную функцию? С природными объектами в черте города есть проблема. Дело в том, что очень часто люди, которые отвечают за их состояние, экологически, если не грамотно, то не совсем понимают, что нужно делать, чтобы именно их экологическое состояние улучшить. Противоречие какое? То, что хорошо эстетически, то, что нравится посетителям, с точки зрения животных, иногда совершенно им не подходит. Пример – наши городские парки. Для большинства видов птиц, в том числе соловьев, важно сохранение подлеска. У нас же сейчас мода такая, по европейскому типу выстригают все и засевают его моновидовым газоном, то есть один вид травы. Обрезка. У нас обрезают деревья, вырубают старые деревья, в которых есть дуплы, которые удобны для гнездования птиц, тем самым ухудшая экологический статус этого парка. Но с точки зрения эстетики все красиво, как на картинке. То же самое с водоемами города Самары. Очень часто сейчас, когда начинают их улучшать, улучшают таким образом, что качество воды в них снижается. То есть изменяют береговую черту так, чтобы это было красиво, но в результате получается, что у нас смыв меняется, из окружающей территории все, что раньше не попадало в водоем, смывается в него, или выпалывают для эстетических соображений макрофиты, то есть высшие растения с береговой линии, в результате чего размножаются водоросли микроскопические, что опять же ухудшает качество воды. То есть это проблема. Мероприятия, которые направлены на то, чтобы улучшить состояние, на самом деле нередко его ухудшают. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, они достаточно давно занимаются мониторингом территории Самарской области. В частности, у них есть 85 пунктов наблюдения за водными объектами. В частности, по данным этой организации, установлено, что, например, превышение ПДК по Марганцу в некоторых водоемах у нас в 20 с лишним раз наблюдается. Например, это река Крымза. Около Сызрани. Кроме того, например, в реке Самара обнаружено превышение ПДК по Марганцу в 5,5 раз. Ну и одним из самых сильных загрязнителей являются, конечно, сульфаты и медь. Вот сегодня говорили о том, как влияет загрязнение на состояние здоровья населения. Дело в том, что медь является мощным канцерогенным соединением, вызывает экологические заболевания. И один из мощных загрязнителей – это, конечно, нитритный азот. Тоже в наших водоемах, в общем-то, по всей области наблюдается превышение ПДК по данному показателю. То есть купаться нигде нельзя? Ну... В бассейне. Да. И кроме того, какая проблема существует с нитритным азотом, он вызывает процесс эфтрификации. То есть цветение воды мы все наблюдаем в летний период, особенно в июле месяце, когда температура становится достаточно оптимальной для развития водорослей. И, собственно говоря, мы наблюдаем процесс цветения воды. Он вызван как раз вот содержанием, превышением ПДК именно нитритного азота. Я поняла. Мы в реках не купаемся, природу мы не трогаем, и, наверное, все само собой будет неплохо. Мне кажется, на самом деле, вопрос защиты окружающей среды – это не вопрос тех людей, которые это своей профессией сделали, а вообще, в принципе, всех нас, иначе ничего не получится. Ну да, и детей надо воспитывать правильно. Детей надо воспитывать правильно. И, наверное, от нас самих действительно многое зависит, и мы сами можем сделать окружающую среду и природу чуточку лучше. В этом, наверное, и есть все суть дела. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова